Дневник известного в стране маньяка Николая Джумагалиева. Что он успел написать? Осенью 2001 года удалось прочитать личный дневник первого и самого знаменитого казахстанского маньяка и убийцы. Это произошло, когда автор, желая подготовить материал о похождении каннибала, обратился в архив Алматинского областного суда. Там мне выдали для ознакомления 7,5 тома уголовного дела в том, в одном из которых находился и дневник. В январе 1979 года над Алматой и всей Алматинской области расправил свои черные крылья ужасный слух. Обнаружены на свалке поселка фабричные кошмарные человеческие останки, более чем красноречиво свидетельствовали. Тут появился убийца-людоед. Жуть на свалке. На останке несчастной жертвы случайные прохожие наткнулись 25 января. Тщательно выпотрошенная верхняя часть туловища женщины с руками, но без головы была небрежно закидано старыми ветками и мотками проволоки. Голова несчастная, как и ее отрезанные ноги, были обнаружены поблизости. Проводившие суд медэкспертизы, медицинские исследования эксперты выяснили ужасное. Таинственный монстр тщательно срезал с останков целые куски мяса. Из-за того, что криминалисты, которые самим тщательным образом следовали место обнаружения кошмарной находки, так и не смогли найти даже самого крошечного кусочка, эксперты сделали страшный вывод – преступник является каннибалом. Естественно, вся милиция как области, так и столицы Казахской СССР была поставлена на уши. И спустя несколько дней личность потерпевшей была установлена. Жертву неведомого людоеда звали М. Кстати, женщина частенько посещала собрание одной из местных сект. Уголовный розыск объявил на убийцу настоящую охоту. Использовались и подставные на роль потенциальные жертвы и организовывались засады. Но подозреваемый будто сквозь землю провалился. Тем временем в поселках Алматинской области возникала паника. Граждане опасались по вечерам выходить за порог. Даже мужчины не ходили на работу в одиночку, а собирались в компании по несколько человек. Вечерами же поселки села словно вымирали. Своих матерей, сестер и жен местных мужчин обязательно провожали до работы и встречали. Причем обязательно брали в качестве орудий для самобраны какой-нибудь ржавый ломик или топор. На худой конец голодился и молоток. Так жители Алматинской области, а особенно поселка Фабричного, прожили в хроническом страхе почти 8 долгих месяцев. Справка. Николай Джумагалиев появился на свет 1 января или 15 ноября. Данные разнятся. В 1952 году в поселке Узанагача Алматинской области, Казахской ССР. Его родители работали в колхозе. В семье, кроме Николая, были три дочери и его сестры. После окончания девяти классов в среднюю школу Джумагалиев поступил в железнодорожное училище. После окончания которого его по направлению отправили трудиться в Гурьев, ныне Атрау. Оттуда он призван в ряды вооруженных сил СССР в войсках химической защиты. Служу проходил сначала в Самарканде, Узбекистан, СССР, а затем в Атаре, Казахской ССР. После демобилизации безуспешно пытался поступить в Алматинский сельскохозяйственный институт, после чего работал на Урале и Сибири экспедитором, бульдозеристом, электриком. А в Мурманске служил матросом. В 1907 году вернулся в Узнагачи, где поступил на работу в местную пожарную часть. Роковой выстрел. 21 августа 1979 года выдался очень жарким. Одним из местных жителей, носивших красивое имя греческого происхождения Николай, фамилию имел казахскую Джумагалиев, сидел в своем доме с приятелем и распивал водку. Так как все присутствующие являлись охотниками, то и разговоры за рюмкой крутились вокруг этой темы. Николай вдруг вскочил с крыльца и вынес из дома охотничье ружье в одностволку. Сказал, что получил его в наследство после смерти деда. Подвыпившие друзья стали просить, чтобы хозяин показал им, какой он метки. Выстрелил во что-нибудь, и тот согласился. Оглядившись, он быстро зарядил ружье и, прицелившись, выстрелил в оккупировавшего телевизионную антенну голубя. Однако промахнулся, и голубь, сразу же вспомнив о каких-то неотложных птичьих делах, улетел. Николай же выругался и отправился домой за патронами. И вот, когда владелец ружья затолкал в казинник очередной патрон, он неуклюже спотнулся и случайно нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел. И заряд сразил на повал одного из его приятелей Ше. Что тут было делать? Конечно, сразу же вызвали милицию. Николая задержали и доставили в район отдел. Следствие возбудили уголовное дело по статье 91 УК Казахской ССР. Убийство совершено не по осторожности. А также по части 1 202 УК Казахской ССР незаконное хранение оружия. В итоге 15 ноября 79 года районный суд по совокупности вынес Николай Джумагалиеву приговор 4,5 года лишения свободы. Необходимо отметить, что немало местных жителей и даже кое-кто из милиционеров искренне сочувствовали осужденному. Говорили, что такой он хороший, спокойный мужик. Просто трагическая случайность не произошла. Примерно полгода осужденный провел за колючей проволокой колонии в поселке Заречный, что рядом с городом Копчегам, сейчас Кунаев. Но потом его перевели в исправительное учреждение, находящееся неподалеку от поселка Фабричный, и которое народ именовал Химией. Откуда, кстати, до родины Джумагалиева села Узнагач было рукой подать. В исправительном учреждении осужденный ввел себя примерно, работал ударно и без нареканий. От руководства не имел никаких жалоб, поэтому его вечером каждой пятницы отпускали домой. Но с тем условием, что до 18.00 в воскресенье он обязан был вернуться в колонию. Отбыв чуть больше года, Джумагалиев за примерное поведение и хорошие трудовые показатели вышел на свободу по УДО. Он приехал на свою малую родину в поселок Узнагач. Земляки, в том числе и некоторые милиционеры, стали считать, что Николай хороший парень. Что же касается поисков убийцы Людоеда, то все это время, пока Николай отбывал срок, они продолжались. И в 1979 году следственной оперативной группой шесть раз выезжали на место обнаружения очередных кошмарных остатков. Прешинство Каннибала он расправлялся с шестью женщинами. Но отметим, что только то, что удалось обнаружить и зарегистрировать. На следы Людоеда милиция вышла 18 декабря 1980 года, причем совершенно случайно. Вечером 17 декабря в гости к Джумагалиеву пришли несколько его приятелей с подругами. Одним из которых был сын председателя местного сельского совета К. Именно он и рассказал ужасные подробности их потизделок. Мы пришли в гости к Николаю, потом до утра не спали, сидели, пили водку и закусывали пельменями. Начал свой рассказ наш собеседник. Примерно в 5 утра, а может быть и чуть раньше, Джумагалиев позвал одну из девушек с собой в спальню. Там они пробыли некоторое время, после чего он вышел один. Я видел, что его руки, лицо и одежда были запачканы свежей кровью. В ответ на наши удивленные расспросы Джумагалиев лишь отмахнулся. Когда же мы начали наседать на него, он хитро спросил, знаем ли мы, чем закусывали. Кто-то из гостей ответил, что да, знаем, мы ели пельмени и свинины. Николай криво ухмыльнулся, отошел в сторону, поднял крышку к кастрюле и достал оттуда окровавленную голову девушки. Тут всех присутствующих и меня тоже скрутили сильные приступы рвоты. Все гости бросились прочь как можно дальше от страшного дома. Немного погодя я позвонил в отдел милиции Узнагашевского района Алматинской области и заявил, что Джумагалиев сегодня расправился с какой-то женщиной и сварил из нее мясо пельменей. Однако оперативный дежурный лишь рассмеялся на мое сообщение. Он заявил, что мне это привидело. И затем милиционер разразился целой тирадой и говорил мне о том, что Джумагалиев хороший парень, которому просто не слишком повезло. Но как так? Я продолжал настаивать на своем, и ему же все же пришлось доложить руководству. По указанному мною адресу выехал заместитель начальника отдела и трое оперативников. Войдя в дом Джумагалиева, они увидели поистине ужасную картину. Николай абсолютно голый, весь запачканный кровью, разделал охотничьим ножом убитую девушку. Заметив непрошенных гостей, людоед прихватил топорик, охотничий нож и компас. Кинулся прочь из дома. Отыскать его удалось только на следующий день. Как оказалось, он пытался отсидеться в доме у своей пожилой дальней родственницы. Естественно, та ничего не подозревала о его кошмарных преступлениях, так как Николай ей соврал. Сказал, что его разыскивает полиция. Но он, конечно, ни в чем не виноват, и старушка спрятала Николая в погребе. Следствие по делу Джумагалиева тянулось около года. На бесконечных допросах обвиняемый и не думал молчать или отнекиваться. Нет, напротив, он с большой охотой отвечал следователю на все вопросы. Не стал скрывать даже самое сокровенное. Показал свой блокнот в черном переплете. Там Николай писал, что убивать женщин он стал по нескольким причинам. Но чтобы не шокировать читателя, редакция не станет проводить здесь оригинальные цитаты из этого ужасного дневника. Однако общий смысл написанного им постараются передать. Джумагалиев признается в том, что женщины великли его и будили в нем сексуальное влечение. Поэтому он стремился познать их целиком, из-за чего и съедал. Но главное, он пишет, что несколько лет назад он прочел какую-то книгу, которую он называет «Черный туман». Здесь можно процитировать первоисточники. Вот, собственно, ручная запись Людоеда. В-третьих, в книге «Черный туман», которую я прочел несколько лет назад, написано, что женщины древних германцев пили кровь, чтобы прорицать. Я тоже хотел прорицать, и поэтому пил их кровь. И у меня получалось прорицать. Я предсказал всю свою жизнь с 80-го года до 82-го, но по 2000-й год видел смутно. Это мое мщение женщинам за то, что они нарушают законы природы. Мужчины должны быть выше женщин во всем. Но в жизни все идет не так. Я хотел нагнать страх на всех женщин в округе. Затем каннибал признается, что убийства его носили ритуальный характер. Я ведь убивал не просто так. Убив Энни, я принес ее в жертву в годовщину смерти своей бабушки. А в жертву Кэ 13 декабря 80-го года, в жертву к столетию со дня рождения своего дедушки. Я не убивал из-за какой-то одной причины. Я убивал все всегда в комплексе. На одном из допросов обвиняемый так описывает свой первый опыт каннибализма. Он пояснил, что всегда любил охоту, но на человека пошел впервые. Заметил какую-то молодую женщину возле автодороги у Занагач Майбулак. Она была одна, и он подбежал, схватил ее за шею и потащил к свалке. Там убил и выпил ее кровь. Часть мяса срезал и принес домой, сделал пельмени. Мясо тоже жарил, но оно было жесткое, и готовить его на собственном жиру приходилось долго. Мясо этой женщины я кушал около месяца. В первый раз я ел человечную через силу, а потом привык. Вердикт судебно-психиатрической экспертизы. Джумагалиев страдает шизофренией. 3 декабря 81-го года на территорию вокруг Алматинской области суда оцепило тройное кольцо автоматчиков. На этом беспрецедентный шаг. Власти пошли из-за того, чтобы не допустить покушения на подсудимого со стороны родственников убитых им женщин. На судебном процессе предстательствовало, на котором судья Байгушина ШЖ было вынесено определение направить подсудимого Джумагалиева Николая в психиатрическую больницу специального типа. В психиатрической больнице Джумагалиев находился около 8 лет, до 89-го года. Однако, когда его перевозили из областного лечебного учреждения в другое, он скрылся. Отпросился с сопровождающих сходить в туалет. Там преломил гнилые доски и ударился в бега. Пока в течение нескольких лет его усиленно разыскивали сотрудники милиции, он вполне имел возможность вернуться к своим людоедским делам и пополнить свой страшный счет из 9 убийств. Это лишь те, которые следствие смогло ему доказать новыми преступлениями. Например, его подозревали в том, что в 1990 году в Актюбинске он убил еще одну девушку. Людоед скрывался до апреля 1991 года, а потом он принял решение от милиции в тюрьме, для чего он украл в Ферганской области Узбекистанской ССР овец и сам сдался местным милиционерам. Но план не сработал. Людоеда опознали и перевели в лечебницу закрытого типа, расположенную в селе Николаевка, сейчас поселок Актас Алматинской области, где он до сих пор и находится. Продолжение следует...